Базовый докторант Института математики Наркози Бомомруад. Тема доклада – классификация алгебр в цепи трехмерных вещественно-эволюционных алгебр. Тема доклада – классификация алгебр в цепи трехмерных вещественно-эволюционных алгебр. В связи между эволюционной алгебрами и марковскими процессами уравнение калмогоров-почепмина дает фундаментальный связь между вероятностями перехода. В работе Касса, Ладри и Розикова вводится понятие сет-эволюционных алгебр. Поздно в работе Ладри и Розикова было обобщено понятие сет-эволюционных алгебр и выведено понятие потока произвольных конечномерных алгебр. Известно, что каждая эволюционная алгебра определяется квадратичной матрицей структурной константы. Цепь эволюционных алгебр – это семейство эволюционных алгебр, зависящих от двумерного времени – S и T. Матрицы структурной константы, зависящих от S и T. Цепь эволюционных алгебр удовлетворяют уравнению калмогоров-почепмина. Другими словами, цепь эволюционных алгебр – это динамическая система с непрерывным временем, которая во фиксирование времени является эволюционной алгеброй. В работе Амир Фаразикова и Кулембаева построены широкий класс сепий трехмерных эволюционных алгебр и класс симметричных н-мерных сепий эволюционных алгебр. Изучены некоторые свойства этих сепий. Также дано построение произвольных размерных сепий эволюционных алгебр. В работе Имам Кулафа и Виласко построены другие типы сепий эволюционных алгебр. В этом докладе мы рассматриваем эти сепи эволюционных алгебр. Просмотрим семейство ЕСТ – н-мерных эволюционных алгебр над полем R с конечным базисом Е1, Е2 и так далее Еn. И со следующим таблицей умножения. Умножение базисных элементов. Умножение базисных элементов. Коэффициенты А и Ж зависят от времени. Параметры СТ сочетаются временем. Обозначаем через МСТ матрицы структурных констант ЕСТ. Определение. Семейство ЕСТ – н-мерных эволюционных алгебр над полем R – называется сепью эволюционных алгебр, если матрица МСТ – матрица структурных константов – удовлетворяет уравнение Калмагорфа-Чепмина. Это уравнение. Наша основная задача – классифицировать все алгебры, входящие в данную сепь эволюционных алгебр. По общему случаю решить эту задачу сложно, поэтому мы рассматриваем конкретные сепи. Рассмотрим следующие сепи эволюционных алгебр. Е1СТ – соответствующая матрица М1СТ, где H, G и F – произвольные функции, у которых Hs не равны нулю. Сепь E2СТ – соответствующая матрица М2СТ. Это матрица. Это уже другая сепь, да? Да, другая сепь. Здесь A положительно, в арфе и ПС – произвольные функции. Сепь E3СТ – соответствующая матрица М3СТ. Вот эта матрица. Все участвующие функции – произвольные. С таким условием. Эти все были рассмотрены в той работе? Да, в работе Иван Кулова и Веласко. Вот эти три? Да, цепи. Мы рассмотрим эти цепи. В работе Иван Кулова классифицированы трехмерные вещественные эволюционные алгебры с размерностью E2 равна единице. И найдены следующие попарно неизоморфные эволюционные алгебры. Они задаются следующими матрицами структурных констанций. Это продолжение. Это в которой цепи? В первой, что ли, или в какой? Нет, это трехмерные вещественные эволюционные алгебры С, дименшин Е2 равна единице. А, то есть вы пока не цепи просматриваете? Нет, нет, нет. Понятно. Это определенные трехмерные вещественные эволюционные алгебры. С, дименшин Е2 равна единице. Понятно. Чтобы решить нашу основную задачу, то есть классифицировать алгебры в случае Е1 ст, доказано следующее лемма. Лемма-1. Вещественная эволюционная алгебра, соответствующая матрица М, с условием ламда плюс мио плюс гамма отлично от нуля, изоморфно одной из следующих алгебр. Е4, если выполняется одно из следующих слов. Е4, вот эта алгебра. А почему соответствует алгебра, что на первом месте родители порождает только свой или как там? Какой смысл? Е1-1 равно Е1, остальные все произведения равны нулю, что ли? Здесь, если вот это, если мы рассмотрим эволюционную алгебра. Е4-0. Е1 на Е1 будет Е1, а остальные все умножения Е2 равны нулю, и Е3 умножения Е3 тоже равны нулю. Понятно. Это такая самая примитивная функционная алгебра. Ясно. И для Е5, и для Е6 есть такие условия. И продолжаем. Для Е7, и для Е8, и для Е9 есть еще такие условия. Понятно. Сейчас у меня такой вопрос. Вот вернитесь еще назад. Вы именно ищете именно в таком виде, что первая строка из одних состояний, вторая тоже из одного, и третья тоже из одного. Так? Да, да, так. Другие случаи, если есть, эти Е2, Е3 не могут возникать, Е4? Это матрица для Е1СТ, потому что если мы рассмотрим матрицу Е1СТ, вот смотрите, первые строки одинаковые, вторая, третья одинаковые. Поэтому мы рассмотрим такие матрицы. Понятно. Потому что квадрат одномерный алгебры. Да. А для М2СТ и для М3СТ мы посмотрим другие матрицы. Понятно. То есть когда квадрат одномерный, матрица имеет такой вид, да? Да, да. Они все пропорциональны как бы. Пропорциональны. Да. Теперь по этой лемме мы имеем следующий терем, который дает зависящую от времени динамику цепи эволюционной алгебры Е1СТ. Для заданных значений СТ, алгебра Е1СТ изоморфна Е4, если выполняется одно из следующих условий. И для Е5 есть тоже такие условия. Почему мы здесь скажем алгебра Е1СТ? Потому что в фиксировании времени Е1СТ, сепь эволюционной алгебры, является эволюционной алгеброй. Поэтому мы здесь скажем алгебра Е1СТ. Это условия для Е5 и еще для Е6 и Е7 есть тоже такие условия. Это по ЛЕМАДИН. Это для Е8 и для Е9. Чтобы проиллюстрировать суть теорема 1, рассмотрим следующий пример. Если возьмем функции G, F и H в цепи Е1 следующим образом, тогда мы имеем эти алгебры с этим условием. Можно смотреть график для этого примера. Это график. А Т любой, что ли? Не понял. Т почему не участвует? Да, да. А здесь сколько слов по С, это те произвольные. Те больше С, больше или равно С. Любой? Да, любой. Любой, больше или равно С. То есть начиная с некоторого времени все будут одинаковые, что ли? Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь посмотрим следующее теорема, которая дает зависяшую от времени динамику E2ST, которая соответствует матрице М2ST. И обозначим через E0 тривиальную эволюционную алгебру. Для заданных значений E2ST, алгебра E2ST, изоморфно E4, если выполняется одно из следующих условий. И для E5, E6, E7 тоже есть такие условия. Для E9, для E8 есть такие условия. Вот здесь все теоремы не участвуют, потому что если мы рассмотрим цепь M2ST, вот здесь тоже элементы матрицы участвуют S. Только S. Только S. Те больше ли равны S? Чтобы правильствовать суть терема 2, рассмотрим следующий пример. Те тоже будут участвовать, чтобы и от времени зависело второго окончания. Или только от S у вас все примеры зависят? Да, да. Вот это следующий сепь есть, третий сепь, там уже участвуют S и T. Хорошо, давайте. Вот это график для... Если мы возьмем варфы и ПСИ следующим образом, заданных значений ST, тогда мы имеем алгебры E4, E5, E6, E7, E8 и E9 с этим условиями. И для всех ST, для всех ST, мы имеем E0, когда T больше ли равны A. Вот если мы рассмотрим последнее вот это... Это E2ST изоморф на E9, если выполняется это слово. И для всех ST, алгебра E2ST изоморф на E0, когда T больше или равно A. Поэтому вы здесь тоже так написали. Это график для этого примера. Если T больше или равно A, тогда элементы цепи E2ST, все элементы изоморф на E0. А в этой первой области изоморф на E9, а в второй области изоморф на E7. А граница между этой областью, вот этой линией, изоморф на E4, и так далее. Для классифицировать алгебры в случае E3, доказано следующее элемент. Для вещественной эволюционной алгебры, соответствующей следующей матрице, мы имеем... Первый, если альфа не равен нулю, и это выражение равно нулю, тогда она изоморф на одной из следующих алгеб. Е1, если выполняется одной из следующих условий. И для E2 и E3 есть такие условий. Второе, если альфа не равен нулю, и это выражение тоже не равен нулю, тогда она изоморф на одной из следующих алгебры. Словия для E4, E5, E6 и E7. Эти условия для E8 и E9. Если альфа равен нулю, и предположим, что бета не равен нулю, тогда она изоморф на одной из следующих алгеб. Е2, E3, E5 и E6. И для E7, E8, E9, E10, E11, E12 тоже есть такие условия. Важность в том, что получаем все возможные алгебры из классификации Момкулева в этой лиме. И это как репетитор. Вы помните, что Graham представил ее? Не благодаря этой теории я не знаю, но я нашел. Что это дано? Что, я у меня и не считаю, что вашему полястрофу инстрирующему структуру не приветствовать? Важность в том, что барабан ее авиационные алгебры и соморф на какой-то атмосферной классификации Момкулевы в этой лиме. И это все зависит. Да-да, все зависит. Да, все зависит. Продолжение следует... 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 В результате мы создавали эту эволюционную операцию, и вот мы можем сделать эволюционную операцию, например, в Китае, что есть в Китае, не было ни одного из этих эволюционных культур. Но, в Китае, этот эволюционный образование не было в том, что мы делали это время, но это время, когда мы продолжаем эволюционную операцию. Например, когда мы находимся в Казахстане, мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане, и мы находимся в Казахстане. Мы находимся в Казахстане. Казахстана, и мы находимся в Казахстане. Е2, Е3, цепи. Вы взяли конкретным способом. У меня такой вопрос. Если возьмете Е1, Е2, Е3 другими способами, вы можете также строить массу примеров цепей? Так получается? То есть получается как будто процесс бесконечный у вас? В качестве фи, пси, там, к берете функции. То есть какая здесь мотивация именно, какая мотивация того, что именно вот такие функции берете? Это просто здесь берете, вот такое ограничение возьмем и все. Вот такое ограничение. А вот где у вас Е1? Вот эти Е1, Е2, Е3. Потом, почему в таком виде вам интересно брать? Хорошо, решение вообще не существует и очень тяжело найти. Но почему именно вот этот пример вас заинтересовал? И дальше были условия то, что в качестве H, G, F берете какие-то специальные функции, линейные там или квадратичные функции. Чем мотивировано это все? Ведь вы же работаете с эволюционными алгебрами. Эволюционные алгебры – это класс генетических алгебр. То есть как-то генетикой что-то должно быть, наверное, связано. Либо когда берете, должны говорить по мотивации, почему так берете. Потому что здесь взять вот в этом даже в цепи Е1, СТ в качестве H, F, G можно брать массу функций и массу этих примеров. Он же опшим слючи дают это да. Услови на эти функции в теории, он же конкретно. Хорошо. 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 Мы не обеспечиваемся в 3-3 ограбляющей классификации, но при желании ограбить элементы, мы будем выглядеть все так и различные элементы. Продолжение следует... 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 Я думаю, что это не так. Например, если вы получаете 200, то есть 250 или 230. У нас есть все. В принципе, это делается. Если вы получаете классификацию, то есть, например, вы получаете эти анализации, что вы получаете, что вы получаете, то есть это делается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok